МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы поговорим о прохождении отопительного сезона с заместителем главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Александром Обрывко. Александр Николаевич, здравствуйте. Александр Николаевич, в июле 2017 года система ЖКХ перешла в ведение администрации района. С чем пришлось столкнуться во время подготовки к зиме? И все ли удалось сделать? Самые болевые у нас точки – это была котельная в Листвянке. Но у нас вовремя прошла реконструкция. То есть мы за полтора месяца успели сделать ремонт, ну, практически капитальный ремонт, там новые котлы у нас получились. Ну, конечно, большой минус в том, что они были сделаны без схемы водоподготовки, а вода в Листвянке – она жесткая. Ну и практически весь ресурс за этот отопительный сезон мы практически выработали. В работе остался только один котел, ну, можно сказать, живой, который может работать. Ну и, естественно, нам нужно готовить котельную уже к предстоящему отопительному сезону, опять-таки вкладывать средства. Ну и, естественно, водопроводные сети. То есть нам за полтора месяца мы смогли поменять, ну, порядка, наверное, трех километров сетей. Проблема основная – это мы столкнулись с передачей дебиторской, кредиторской задолженности. Потому что те предприятия, которые старые на муниципальном уровне работали, они, естественно, также сталкиваются с проблемой и платежей, с населением и платежей, с ресурсоснабжающими организациями. То есть практически месяц мы занимались тем, что выверяли эту задолженность, дебиторскую задолженность, кредиторскую задолженность. Ну и, естественно, осенью в тех суммах, которые нам предусмотрены на выпадающие доходы, это субсидии, которые нам область выделяет, мы постарались как бы погасить эту всю задолженность, ну и войти в отопительный сезон полностью без долгов. Даже у нас по некоторым ресурсам были, как сказать, авансовые платежи. Расскажите, наверное, про каждое предприятие, которое работает в Искитимском районе, и где ситуация оказалась наиболее сложной и почему? Ну, наиболее сложная ситуация, наверное, в финансовом, как говорится, плане, это ситуация по центральному у нас. Это у нас входит туда Евсинский сельский совет, Гелевский сельсовет и Шибковский сельсовет. В финансовом плане почему? Потому что со старых предприятий у нас огромная задолженность сложилась по птицефабрике, потому что тепло мы там приобретаем у птицефабрики. Ну и, естественно, те потери, которые несло старое предприятие, они, можно сказать, перешли, все проблемы перешли на нас. И поэтому мы очень долго выверяли эту задолженность, как кредиторскую, так и дебиторскую задолженность. И только соглашение практически мы подписали только в ноябре, именно по передаче данной задолженности. Она еще чем сложна для решения, потому что дебиторская задолженность от населения составляет на сегодняшний день всего лишь 9 миллионов рублей, а кредиторка перед поставщиками ресурсов туда не только входит в новосибирская птицефабрика, но еще другие ряды, потому что там 3 котельные находятся на территории. И то есть у нас в Ургуне мы приобретаем тепло в сибирском Антраците, приобретаем тепло за железной дорогой в Евсино, то есть у нефтебазы, и приобретаем, естественно, самое большое, это вот по Новосибирской птицефабрике. И общая задолженность у нас составляет порядка 25 миллионов рублей. То есть мы сами видим, что финансово та задолженность, она не подкреплена именно дебиторской задолженностью. На сегодняшний день мы подготовили уже дополнительные заявки в Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, для того, чтобы они рассмотрели вопрос о дополнительном выделении финансовых средств. Потому что, ну, естественно, сами мы не сможем справиться с такой задолженностью. Ну, на это есть, как говорится, и объективные причины, потому что там огромные потери идут по тепловым сетям. Естественно, тепловые сети все изношены, где-то не утеплены. И вот самое финансово сложное именно по-центральному. Что касается технической части, то самое, наверное, сложное, это у нас получилось по-западному. В западный у нас ходит Преображенский, Степной, Бурмистровский, Улыбинский, Быстровский сельские советы. Ну, сами мы видим, да, что там разброс очень огромный. То есть, можно сказать, там от Перекрестка, как мы знаем, там на Улыбино дорога на Быстровку и в сторону Преображенки. То есть, как говорится, кольцо занимает полностью более 100 километров. То есть, нужно добраться. Но для этого у нас и было принято решение, что мы на каждой территории оставляем участок. То есть, есть мастер участка и определенная бригада для устранения именно таких вот аварийных ситуаций. Но в техническом плане самое сложное, это по ним была там, наверное, доля аварий, которая у нас произошла, это половина практически только по-западному была. По итогам всех этих работ, чтобы устранить проблемы бюджета, получил убытки. Каков размер и каким образом администрация планирует компенсировать понесенные затраты? Ну, вообще, в принципе, на сегодняшний день у нас кредиторская задолженность по всем предприятиям, по пяти нашим предприятиям, она составляет чуть более 17 миллионов рублей. То есть, по итогам, по окончании топительного сезона мы получили вот такой вот результат. Из них, получается, самая большая задолженность – это задолженность за газ. То есть, там порядка 14,5 миллионов рублей. Остальное – это задолженность по электроэнергии порядка 750 тысяч рублей. И задолженность за уголь порядка двух с половиной миллионов, где-то так составляет. Но, в принципе, у нас понимание, оно есть, за счет каких источников будет оно гаситься. Просто у нас есть кое-какие обязательства именно по Евсинскому сельсовету. Мы планируем там в этом году построить новую модульную котельную и перейти от приобретения тепла вот именно у Новосибирской птицефабрики. И у нас есть обязательства по газификации нескольких улиц по Евсине. То есть, средства, они были заложены именно у нас на подготовку к зиме. То есть, если бы у нас вопрос не стоял бы по газификации, мы бы, в принципе, задолженность эту с бюджета компенсировали и спокойно бы чувствовали себя до начала отопительного сезона. Вы сказали о задолженностях за услуги ЖКХ именно предприятий. Какие-то попытки и какие меры предпринимались, чтобы как-то уменьшить эту задолженность? Мы начали с оптимизации. То есть, во-первых, конечно, штатная численность у нас сократилась. И экономию по именно работе со штатами мы получили порядка 7 миллионов 300. То есть, взять затратную часть тех предприятий и сейчас именно по штатной численности у нас вот такая экономия получилась. Взять ремонтную работу. То есть, они сейчас полностью все подконтрольны. Каждую неделю у меня на столе отчет идет. То есть, сколько остатков на счетах у предприятий и куда ушли финансовые средства. На ремонты, на материалы, на зарплату, на налоги. И по итогам месяца мы детально смотрим именно затратную часть ремонтную. То есть, детально, какой материал, какой насос, где покупалась, какая техника приобреталась. То есть, полностью тотальный контроль нашим предприятиям, которые мы тоже создали в рамках передачи полномочий управлением ЖКХ. Помимо долгов предприятий, существуют долги населения. Этой весной вы уже начали отключение неплательщиков от холодного водоснабжения, если я не ошибаюсь. Дали ли они результаты? С сентября месяца, когда мы начали предоставлять услуги и по, можно сказать, по 31 мая, задолженность составляет порядка 5 миллионов рублей. Начали, конечно, с должников, которые имеют крупные суммы, которые сначала, как говорится, заключение договора не оплачивают. Мы начали эту работу в начале мая. И вот на сегодняшний день работа эта нам принесла порядка 400 тысяч рублей. То есть, те, кто не хотел платить, когда увидели, что их пришли отключать, они пришли и заплатили сумму по предприятиям. У нас в целом получилось порядка 400 тысяч рублей. Но мы эту работу дальше ведем, продолжаем. Кто-то приходит и слезно просит составить график, потому что нет возможности сейчас покосить. Конечно, я против этих графиков, потому что нас, как говорится, с нами никто графики не составляет. Ни «Газпром», ни «Жегионгаз», ни «Новосибирский энергосбыт». Они нам начисляют пеню. Сезон закончился, прошлый, но идет подготовка к новому отопительному сезону. Какие работы необходимо выполнить, за счет каких средств, и есть ли какая-то поддержка со стороны целевых каких-то программ? Болевые точки, которые лазеруют у нас по учему, водопровод, который у нас вдоль дороги закопан еще в советское время, как говорится. Его нужно будет переносить. Водопроводы по Быстровке необходимо делать по Первомайскому, также замену водопроводов делать. Быстровки у нас, теплотрассу нужно порядка 500 метров перекладывать. Предприятие, оно будет, ну, как говорится, своими силами делать без привлечения, как говорится, сторонних организаций. По центральному у нас подготовка, вот я говорил, что у нас огромные идут затраты на потери по сетям. То есть, если у нас будет ликвидирована теплотрасса, по которой у нас поступает тепло в поселок от фабрики, мы по итогам года, то есть, минуя эти потери, мы получаем прибыль порядка 5 миллионов рублей. И порядка 2 миллионов рублей мы будем, ну, планируем, по крайней мере, получать от того, что мы подготовим тепловые сети именно по поселку. У нас задача в этом году все-таки построить и ввести, и получать тепло именно от нее. На сегодняшний день мы уже подали заявку в УКСИС, то есть, это государственное учреждение, которое закупками занимается. Ну, сейчас ждем размещения именно данных торгов. Планируем в июле получить контракт, и по срокам у нас идет строительство 2,5 месяца по графику. Насколько это крупный объект? Это для нас, это очень крупный объект, у нас в районе мы такие котельные, ну, не ставили, была, в принципе, у нас котельная, это в Черноречке, она меньше на 3 мегаватта. То есть, в Ефсино у нас планируется поставить модульную котельную мощностью 10-9 мегаватт, а в Черноречке мы ставили порядка 7 мегаватт котельной. Но это будет один из самых крупных объектов, которые мы в Искитимском районе реализовывали, ставили. Но еще, конечно, у нас ряд мероприятий, которые предусмотрены по программам, то есть, два мероприятия по водоснабжению в Ефсино у нас за счет средств фонда мы будем реализовывать. Один объект по Тальменке у нас крупный объект, это модернизация водопроводных сетей, там вторая очередь у нас пойдет. Это мы за счет программы федеральной участвуем, то есть, это именно деньги через Министерство сельского хозяйства на развитие сельских территорий идет. Мы также уже заявку в УКСИС отправили, сейчас ждем объявления торгов. И одно мероприятие у нас предусмотрено также за счет средств фонда, это устройство водоподготовки в Бурмистер, потому что там очень много жалоб было от населения, что вода очень низкого качества. То есть, мы подготовили соответствующие документы с муниципальным образованием еще, потому что пакет документов у них был. Мы сделали, ну, просто корректировку уже у себя и подали заявку в фонд, нас фонд поддержал, подписал с нами соответствующее соглашение. Ну, и приобретение еще резервного источника электроснабжения, это, можно сказать, для безопасности. При случае аварийных отключений электроэнергии на котельных у нас отсутствует пока источник электроснабжения в поселке Степной. То есть, на котельном мы в этом году планируем также приобрести за счет средств фонда. Ну, за счет своих собственных средств мы приобретем один котел в быстровку, потому что там требуют вмешательства. Один котел в Улыбину приобретем, ну, это, можно сказать, такие резервные котлы. Но мы останавливаться на этом не будем, то есть, и последующие годы мы также будем ставить на приобретение котлов, чтобы полностью укомплектовать и практически, чтобы там у нас опасения уже лет на 10 никакого не вызывало именно эта котельная. Также мы планируем на сегодняшний день, документация у нас находится в экспертизе уже, это, как я вот говорил, по листвянке. То есть, мы, можно сказать, пошли сложным путем, хотим там новую котельную, то есть, провести реконструкцию, чтобы она уже, можно сказать, такая современная котельная была со всеми энергосберегающими оборудованием, то есть, новые котлы, теплообменники, получается. То есть, второй контур необходимо нам поставить, соответственно, насосная группа должна быть новая, уже экономически просчитанная, чтобы у нас не стояли там огромные насосы, которые еще, как говорится, в советское время просчитывали, которые, можно сказать, энергии неэффективны нам, они несут огромные убытки для предприятия. Ну, такие вот амбициозные планы именно по листвянке. Александр Николаевич, спасибо, что пришли и ответили на все наши вопросы. До свидания. Это была программа «Власть в ответе» из Китимский район, в рамках которой заместителем ГАВЫ по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Александром Обрывко мы говорили о прохождении отопительного сезона в 2017-2018 году. И о подготовке к новому. Всего вам доброго. До свидания.